Ко мне попал еще один такой аппаратец со вторичного рынка, это А9-300. Даже чехол его, чехол-накладка, он его не спас, как видим. Толку от него никакого. Если он падает вот этим вот бортом об землю, судой же, где нет защиты, то ему приходит капец. Как видно, тут стекло треснутое. Экран я проверял, здесь включается, но самоплата на этом аппарате не работает почему-то, что, видать, отошло после падения. Есть предложение ее прогреть на фене и посмотреть, заработает ли она или нет. Телефон этот коричневый. Стекло здесь помененное, осталась кнопка коричневая. Это уже дело ремонта. Кстати, дает запахом лока. Сейчас попробую еще раз его включить, посмотреть, запустится ли или нет. Снимаю батарею. Вставляю. Не хочет. Хорошо, другую батарею. Возьму эту, подсевшую уже, кстати. И ничего. Хорошо, попробую зайти в режим закрузчика. И тоже ничего. В режим восстановления. Тоже не работает. Чем еще примечательен этот телефон? Тем, что, когда я покупал остальные телефоны со вторичного рынка, они шли не с оригинальными запчастями. То есть, вот эта вот крышка с антеннами была серого цвета. И здесь все тоже серое. Этот динамик был. Здесь же и все оригинально по цвету. Относительно здесь этой рамы. Кстати, раму бы я тоже бы использовал, но... Но вот в хорошем состоянии, судя по кнопке. И здесь. Ну, а здесь пришелся удар. Фокус что-то не ловит. Почему не ловит фокус? Ну-ка. Ну-ка. Сюда пришелся удар. По этой причине я эту раму использовать не буду. Ну и как следствие, тоже здесь вот у всех из третьих после падения хорошего трескается возле USB входа. Тоже пластиковая часть рамы. Возле шлейфа камеры, там где вот желтенькой таким вот, немного залито оптическим клеем. Видать, не использовали матрицу для вставки дисплея и приклейки стекол. Поэтому клей немного разлился. Видно, возле глазка камеры есть клей. Не могу сфокусироваться наконец-то. Есть. Хотя так по самой плате. И не скажешь, что где-то был вот здесь очень сильно разлит клей. Небольшие косяки есть. Впервые я увидел в ремонте, ремонта своих домашних зверков, которых я себе покупаю. Телефон, который имеет технологию поклейки OCA, а не LOCA. Это технология поклейки защитного стекла к экрану с помощью пленки. Которая здесь сейчас, как вы видите, немного надклеилась. Судя по вот этому слою клея. Ремонтник забыл снять защитный слой транспортировочной пленки с самого защитного стекла, которое клеится со стороны, которая прилегает к самому экрану. Карту надо брать пластиковую и обрезать ее настолько, насколько ширина вашего пальца. Когда вы делаете упор, если вы очень широко обрежете, вот как здесь, делая упор, карта будет загинаться намного сильнее по бокам. В итоге постоянно будет портиться и не залазить под сам экран. Даже обрезать немного карту, то упор будет делаться в пределах вот этой вот области обрезанной. И карта намного лучше будет заходить под сам экран. Ну, конечно же, здесь перед тем, как снимать, надо вот этой прорези. Точнее, как бы обозначить это место. Вот, в общем, в этой вот ложбине, да, вычистить все. А затем вот так вот делать упор и углубляться, углубляться, углубляться и дальше. То есть я вот дошел до вот этой вот метки. Смотрим по карте. Иду, иду. Карта упирается вот сюда. Дальше идти нельзя. Не с этой стороны, не с этой стороны. Потому что там уже шлейфы, микросхемы, их можно задеть. Ну, можно, конечно же, пройти. Есть методы. Как можно пройти здесь, не задеть ничего. Но можно использовать ухищрение. Вот, из-за пропиловый спирт. Берем, набираем его. И вот там, где склейка у нас, заливаем спирт туда внутрь, под экран всего. Постараюсь показать, чтобы было. Немного спиртяки туда. Пускай так постоит, покиснет немного. Вот, в таком положении. Затем можно будет просто это все дело снять. По прошествию времени я запропонул высох. И дисплей. Слышите? Стал более податлив. Вот через эти рамки потихоньку надо надавливать. И отклеивать тем самым экран от рамы. Немножечко там еще зацепилось. Вот это все. Обрезаем, либо ножницами, либо пинцетом поддеваем. Это все недоразумение. Тут еще осталось. Шлейф не хочет высовываться. Осталось это все просушить. Потому что, возможно, хотя оно так и есть. Это же из-за пропонул. Только проводящий. Надо это все высушить феном. И пробовать. Работает ли дисплей. Или нет. Вот сама рама. Подисплей снят. Готовка установки для проверки на плате. Подключаем. Вставим батарейку. Поджимаем. Не вижу пинцет. Нашел. Включаем кнопку питания. Система включилась. Система запустилась. Тач работает. Дисплейный модуль сейчас находится в стадии готовки к склейке. И тут проблема отступы мертвой зоны экрана. На примере низа. Пытаюсь сфокусироваться. Камера ни в какую. Вроде как видно. Здесь, видите, рамка черненькая такая. Вот же дисплей. Занимает. Вот такую дистанцию. Вот такой вот размер. От защитного стекла боковины его точно. Тут Больший отступ. Намного больший отступ. Вверх. Умеет. Вот такие отступы. И здесь вот такие. Что надо сделать? Пока клей еще находится в жидком состоянии. Нужно это все дело поднять. В таком поднятом состоянии держим одной рукой дисплей. Другой фиксируем экран как нам надо. Теперь сам дисплей более-менее лежит ровно под защитным стеклом. Я показываю это вниз. Вот это вверх. Какие отступы имеет. Более-менее. Тут чуть-чуть больше, но не удается мне выровнять по сравнению с этим углом. Но это не критично. Все. Теперь осталось поставить это все дело под лампу. И уже дожидаться полимеризации клея. Также важно очень при поклейке вот это отверстие под кнопкой Home спозиционировать правильно с ней. Потому как тут вырез большой. Можно сделать размещение самого дисплейного модуля относительно рамы. Точнее, относительно кнопки. кривым. То есть, большой будет зазор. То есть, можно поставить кнопку Home вот так. Здесь будет дыра большая. Можно поставить ровно. Надо тоже смотреть. Чтобы все было идеально. По-моему, идеально. Чуть-чуть вместить. Вот где-то вот так. Все. Можно ставить. Немножко так пройдусь. Туда-сюда, чтобы клей разошелся по плите рамы хорошо. И можно будет клеить. Точнее, взяться с прищепками. Чтобы лучше эти две части склеить. Детали состыкованы. Теперь, как я это называю, черепаха готова к 24-часовой сушке. Все пластиковые части на платье также некоторые, к примеру, микрофоны. И еще вот здесь вот есть часть с пластиком. Я перекрыл, чтобы не поплавить. Флюс у него такой вот. Z500 купленный с радиорынка. Вполне себе отличный плюс. Нальем тут всего хорошего, чтобы сделать отличную прожарочку. осталось почистить все и протестировать. Плата по-прежнему не запускается. После прогрева плата не восстановилась, к сожалению. не беда, у меня в запасе еще есть одна, которая работает уже от А9300. Ее я и поставлю. Трифон в сборе. сейчас на подзарядке находится. Заметил еще один косяк. Вот немного стекло приподнято над рамой. Я сюда в этой области клея не ставил вообще. По этой причине она и не прижалась хорошо. При этом кнопка домой очень сильно утоплена. Очень чувствуется, как защитное стекло возвышается над ней. А когда чуть прижать это стекло, то вполне себе нормально, как и на всех аппаратах она по тактильным ощущениям. Это стекло, если ее вот так поджать ногтем, немного приподнимается, как видно. То есть иголка от клея B6000 сюда залезет спокойно, чтобы приклеить вот эту неприклеенную часть. Надо будет поднять чуть-чуть стекло ногтем и приклеить вот в этих областях. Клеить я буду на примере вот этой вот рамы. Если кнопки здесь у нас находятся, то надо будет клеить где-то здесь заливать и здесь. Ну и можно где-то вот в этой области возле кнопки домой, чтобы не залить конечно ее, но ближе к ней по бокам. Еще заметил за собой один косяк. Не стоит снимать транспортировочную пленку, которая находится на защитном стекле, на той стороне, которая прикрепляется к самому экрану. Помимо самого защитного пленки, есть еще по низу у меня были две пленки на вот этом защитном стекле. здесь одна крепилась пленка вот и возле динамика такие небольшие части пленок их не стоит снимать при склейке именно самого дисплейного модуля, потому как после склейки остается клей, вот в этой области он вытекает и я его убирал с помощью изопропилового степирта и как видно вот здесь побелело на концах то есть я смыл саму вот эту красочную фольгу что ли как она называется и тем самым корпус немного выглядит не совсем красиво но это если под макро смотреть а если смотреть обычно без макро ну особо так не видно но если присматриваться да есть след но невооруженным глазным можно и не заметить этого так что все отлично покупка оправдала свои желания всем пока как и все отлично Продолжение следует...